В Европе должны привыкнуть к рациональной игре Шерифа и к тому, что команда отдает сопернику мяч, а сама эффективно контратакует. Это слова футбольных специалистов. Вчера Шериф, по сути, использовал все свои моменты у ворот Браги и показал отличную реализацию. Неужели кто-то предполагал в Европе, что сейчас Шериф побежит играть первым номером? Это надо быть Барселоной, чтобы играть первым номером, не глядя на соперника. А тут примерно равные имена в Европе, относительно равные на сегодняшнем. В одном турнире с Барселоной играем, о чем говорить. Поэтому, дай бог, чтобы за неделю команда осталась в том тонусе, который есть, команда, чтобы верила тренеру. Василий Книзюк работал в Шерифе. Сейчас трудится в Белоруссии, где совсем недавно работал Юрий Вернедуб. Нынешний тренер Шерифа добился наибольшего достижения в карьере, говорят его коллеги. А главная отличительная черта его команд – дисциплина и реализация. Выйти из такой группы, потерять часть состава, успешная трансферная политика, надо зарабатывать деньги. Пригласить других игроков, выйти и опять же во главу угла поставить командную игру, дисциплину и передать большой привет в Португалию. Победа Шерифа удивила многих, но были и те, кто вчера ее предсказал. Например, бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко. Он играл 16 лет назад в Террасполе в составе «Спартака». Специалисты говорят, Шериф дома неуязвим. Напомним, в этом сезоне наша команда обыграла дома от Срвену Звезду, Загребская «Динамо», «Шахтер» и «Брагу». При этом не пропустила ни одного мяча.